Ассаламу аликум друзья, с вами вновь Чечен Синдром, мир вам, друзья, сегодня хотелось бы вспомнить про одну историю, о том, как однажды во время гастролей по Кавказу, случайно в заложники к Абреку Зелимхану, попал знаменитый певец Федор Шелепин. За голову легендарного Абрека Зелимхана, царское правительство назначило 5000 рублей, потом – 18000 рублей, но он продолжал борьбу. Приказом Потерской области, властями был сформирован отряд, во главе с войсковым старшиной Вербицким, для его уничтожения. Когда этот отряд на Гудермесском базаре избил мирных чеченцев, Зелимхан поклялся отомстить Вербицкому. Он искал его везде, но тот как в воду кону. Наконец, Абреку сообщили, что его враг будет ехать по военно-грузинской дороге в Тифлис. Из Зелимхан с десятком товарищей, ранним утром в Дарьяльском ущелье, на берегу Буйного Терека устроил засаду. Ранняя осень продолжала радовать погожими теплыми днями. Легкое дуновение ветра с Терека приятно ласкало тело. Там, где небольшой быстрый ручей, вытекающий из скал, впадал в Терек, стоял высокий старый чинар. Расстелив бурку на зеленом травянистом ковре, положив руки под голову, Зелимхан, Лижа, любовался парением орла. Товарищи по очереди стояли в дозоре. Десятками лет по этой дороге ездили на арбах, телегах и фэтенах. А в последние годы появились восьмиместные машины Бенц. Шум от них закладывал уши, а выхлопной газ разъедал глаза. Пассажиры то и дело подпрыгивали, заваливались на бок, но, тем не менее, считали за честь проехаться в ней. Позволить себе такую роскошь могли только состоятельные люди. Зелимхан знал, что Вербицкий купил билет на поездку в таком автомобиле. Солнце было уже в зените, когда дежуривший Аюб и Абубакар услышали шум автомобиля. Выйдя на средину дороги, Аюб поднял руку. Стой, остановись. Абубакар продолжал стоять в стороне. Увидев вооруженного винтовкой молодого человека, хоть и висела она на плече дулом вниз, шофер остановил машину. Аюб был увешан крест-накрест повязанными патронташами, а его талию перехватывал поезд с двумя бомбами и маузером на боку. Окинув пассажиров быстрым взглядом, Аюб заметил, что две красавицы из четырех женщин лет двадцати. Двое мужчин явно не подходили на роль Вербицкого, а двое других – по возрасту. Надо сказать, что ни Зелимхан, ни его товарищи не знали в лицо атамана. Выходи по одному, отдал приказ Аюб, по одному подходи ко мне. Полный мужчина маленького роста, одетый во все черное, с серебряным крестом на груди первым вышел из машины. Следом вышла женщина и встал рядом с ним. По всей видимости, это была супружеская пара. Вытащив из кармана сутаны кошелек и золотые часы, мужчина протянул их Аюбу. Я – священник. А это моя жена. Из ценного у нас еще серебряный крест и цепь. Убери. Зачем мне это? Аюб оттолкнул его руку. Нам не нужны ваши драгоценности и деньги. Спрячь все в карман. Мы не за этим сюда пришли. Девушкам пришла в голову дурная мысль, что их отведут в лес и подвергнут насилию. Господин Зелимхан. Неужели благородный человек будет надругаться над женщинами? Пожалейте нас. Всевышний покарает вас, если опозорите нас. Не кричите. Я не Зелимхан. Я – его дьютант Томаев Абу. Сейчас увидите Зелимхана. Мы не воюем с женщинами, как ваши солдаты. Не вставайте. Оставайтесь на своих местах. А вы, лопотники, следуйте за мной. Когда мужчин подвели, Зелимхан встал и оглядел их. Никто не был похож на Вербицкого. Но Зелимхан знал, что внешность можно изменить, наложив усы, бороды и парик. Он и сам иногда вот таким образом менял свой облик. Зелимхан обратился к стоящим. Кто из вас Атаман Вербицкий, обозвавший меня трусливой бабой, пригласивший на поединок, но не посмевший назначить место и время, охотится за мной с войском, издевается над безвинными стариками, женщинами и детьми. Выходи, и при этих свидетелях я приглашаю тебя на поединок. Право выбора оружия оставляю за тобой. Грозные слова Зелимхана напугали пятерых мужчин, и какое-то время они стояли, боясь шелохнуться. Наконец, первым заговорил обретый нагло высокий мужчина с черными усами и бородой. Батана, Зелимхан. Я не Вербицкий, а грузинский купец. Торгую вином. Если тебе нужны деньги, то они есть у меня. Зелимхан махнул на него рукой, поняв по акценту, что перед ним, действительно, грузин. А ты кто? Обратился он к худощавому пленнику. Шофер, господин Зелимхан. Протянул тот мозолистые, черные от моторного масла руки. Зелимхан перевел свой взгляд на священника. А я, раб божий, священник, господин Зелимхан. Не приклеены ли у тебя усы и борода? Это не парик у тебя? Упаси господь. У меня то, что даровано Всевышним. Схватив кулак, священник дернул свою бороду. Верю. Вы, трое, можете идти. Мужчина с чисто выбритым лицом в белой шляпе сделал шаг вперед. Он был одет в черно-белый полосатый костюм. Абут в туфли с длинным узким чуть загнутым носком. Господин Зелимхан, я не вербицкий, и даже не русский. Француз. Артист цирка. Фокусник. Девушки, оставшиеся в машине, мои ассистентки. Смотрите, вот мое ремесло. Француз потер руки, и в них появилось яйцо. Потом подошел к одному из абреков и достал это яйцо из его кармана. Показав пустую шляпу, перевернул ее, провел сверху руку и начал доставать из нее длинные разноцветные ленты. Подходя к абрекам, артист доставал вещи то из одного кармана, то из другого. Абреки восклицали. Надо же. Чудеса. Магия. Только Зелимхан держался хладнокровно, хотя и видел такое впервые. Поблагодарив артиста, слегка хлопнув по спине, абрек отпустил его. Остался еще один. Элегантный, красивый, с гладко выбритым круглым лицом. Приятный мужчина лет сорока. Фетровая шляпа, костюм из темного сукна и черные туфли. Белый плащ на левой согнутой руке и зонт, как трость. Он стоял чуть в сторонке, внимательно наблюдая за происходящим. Это был Федор Шелепин. Ему приходилось слышать об Абреке Зелимхане. Читал в одной из газет письмо Зелимхана, адресованное Государственной Думе. Во Владикавказе он узнал, что Абрека преследует большой карательный отряд во главе с Вербицким. Даже читал письмо Вербицкого с непристойностями, написанное Зелимхану. Он понял, что Абрек ищет своего врага. Шелепин родился в семье бедняка. В детстве испытал нужду и лишения. И в темнице сердца крылась любовь к этому знаменитому Абреку. В глубине своей души он уважал его, но не думал, что судьба сведет с ним. Да, этот тоже не подонок Вербицкий. Подумал про себя Зелимхан. Эти особые черты лица. Человечные, добрые, полные печали глаза. Смелый взгляд. Таким не бывает жестокий, подлый, коварный трус. Их взгляды встретились. Шелепин, кивнув головой, поклонился. К сожалению, Зелимхан, начал он, должен разочаровать вас. Я не ваш враг Вербицкий. Так, кто же ты? Навряд ли мое имя скажет вам о чем-нибудь. Вижу, что ты не офицер. Купец. Инженер. Богач. Нет. Я, артист. Певец. Шелепин Федор. Мой паспорт остался в машине, в моем чемодане. Зелимхан подошел к нему, взял за руку и указал на бурку. Пройдем, присядем. Назвав свое имя, ты сказал, что оно ничего не говорит мне. Вот, тут ты ошибся, Федор. Мы не знакомы лично, но я много слышал о тебе. В Грозненской тюрьме, в Сибирской ссылке, там попадались люди, которые прекрасно пели. Я слышал, как они говорили о тебе. Они называли тебя королем песни. А насчет паспорта скажу, что ни певцу, ни обреку он не нужен. Их дело и род занятий заменяют им паспорта. В свободное время мы поем. Певец обладает недюжинной силой. Он заменяет тысячи воинов. У чеченцев есть легенда. Давным-давно на нашу землю пришел жестокий враг. Его многочисленное войско заставило чеченцев уйти в горы. Но они спускались с горы и нападали на врага. Тогда правитель завоевателей позвал к себе самого лучшего предводителя войск и отправил их в горы. Он наказал, чтобы весь чеченский народ был уничтожен. А полководец принес доказательства, что не оставил никого в живых. Через какое-то время полководец сообщил своему правителю, что весь чеченский народ уничтожен. Что ты принес в доказательство, спросил повелитель. И воины накидали целую гору отрубленных голов чеченцев. Ты убил их народного певца. Где его музыкальный инструмент, спросил повелитель. Нет, не принес, ответил полководец. Значит, ты не уничтожил этот народ, не истребил его семя. Покуда жив певец, и играет его гармонь, народ не погибнет. Возвращайся и принеси мне голову певца и его гармонь, сказал повелитель и вновь отправил свое войско в горы. Вот так вот. Теперь, ты понимаешь, почему мы ценим певца. Раз ты, певец Федор Шелепин, спой что-нибудь. Не подумай, что я не верю тебе, хотя меня много раз пытались обмануть. Не похож ты на подлого лжеца. Певец растерялся, но я пою только на русском языке. Ну, и хорошо. У песни всех народов один язык, сила голоса и мелодия. Мы поймем, я знаю одну чеченскую песню, записанную на русском языке. Об обреке Ганзате. Вот ее я и исполню. Шелепинь привстал, отошел на несколько шагов. Сперва заглянул каждому из них в лицо. И, устремив свой взгляд к вершинам гор, запел. Подымемте песню большой старины, как были гихинцы Ганзату верны. За тереку шли от погони. И лодками стали их кони. Ногайки их верстлами стали. Шли кони, пока не устали. Тогда, окруженный врагами, гихинцы легли за стопами. И этот необычный удивительный голос своей мощью и силой заглушил шум буйного терека. Сдавайтесь. Враги им кричали. Их пули в кольчуге стучали. Довольно сверкать вам очами. Нет крыльев у нас за плечами. Чтоб в небо взлететь, боретивом. Когтей нет. Чтоб в землю уйти вам. Вскричал им Ганзат. Вы забыли. Что крымские ружья. Нам крылья. Что когти нам. Шашки кривые. И мы не сдадимся живые. Шлепин часто окидывал взором обреков, задумчиво слушающих его. Слова этой песни были им знакомы. Они и сами пели ее. Когда враг одолевал их, вскричал тут Ганзат муталимом. Сражайтесь неутомимо. А вы, перелетные птицы, в гехи полетите проститься. За нас долетите проститься. Скажите, как стали мы биться? А песня лилась все шире. Порой казалось, что горы леса подпевают певцу, а бурные воды Терека плачут в унисон. Скажите красавицам ясным, что умерли мы не напрасно, что плечи свои не согнули, подставив, как стены, под пули. Лежим на черкесском холме мы, не движны в крови мы и не мы. Мы голые шашки сжимаем, к нам волки приходят хромая. Эта песня была о несчастной судьбе обреков. Им не раз судьба готовила такое. Перед глазами вставали образы товарищей, которых они потеряли. Родители и семьи, терзаемые властями. И вороны к нам налетели. Не сестры поют нам, метели. Скажите народу вы, птицы, что нами он может гордиться. И бросились убоем у Талимы, сражаясь неутомимо. Так пали гехинцы, гамзату верны. У Терека пенистой вольной волны. Песня закончилась, и эхо голоса Шаляпина умолкло в лесах и горах. Утонуло в водах Терека. Глазами полными и печали певец посмотрел на своих слушателей. Такой же рок-героев ждет и вас. Глубоко вздохнул Шаляпин. Огромное тебе спасибо, Федор. Прости, что печаль овладела нашими сердцами и навалилась тяжелым грузом на наше тело. Неправедность и жестокость властей вынудила нас встать на этот путь. Мы не рады этому. Нас разлучили с семьями, пришлось порвать связи с односельчанами. Несмотря на то, что живем в диких условиях, мы продолжаем оставаться людьми. Мы знаем, что не сегодня, так завтра нам придется принять смерть, как Гехин Суганзату и его товарищам. Мы, ведь, рождены были не для того, чтобы стать абреками. Понимаю, Зелимхан. Я читал письмо, которое ты написал в Государственную Думу. Зелимхан продолжил. Думаю, ты знаешь все. Вернее, главное. То, что мучает меня, знаю только я один. Власть вынудила меня избрать этот путь. У меня были дед, и отец, дядя, два брата и много двоюродных. Жили мирно, ни с кем не враждовали, никому не завидовали. Пахали землю, разводили скот. Теперь у меня нет никого, кроме преследующей меня власти и кровников. Это они всех убили. Именно власть посеяла вражду между нами и кровниками. У меня остался один брат. Ему пошел пятнадцатый год. И он вынужден вступить на наш путь. У меня есть семья, жена и шестеро детей. Осталась невестка, жена моего убитого брата и ее маленький сын. Они укрываются в горах, постоянно меняя место. Ежечасно подвергаются опасности. Власти преследуют их. Словно гонщие псы. Такое же горе и у моих товарищей. Провожая Шаляпина до машины, Зелимхан остановил певца. Песни ты растопил наши сердца. Не осуждая нас за минутную слабость. Не рассказывай об этом никому. Не хочу, чтобы враги насмехались над нами и говорили, что пение Федора заставило плакать Зелимхана и его товарищей. Счастливые дороги вам. Шаляпин поднялся в машину и занял свое место. Машина пыхтя, выпуская черные пары дыма, подпрыгивая тронулась в путь. И до поворота пассажиры махали руками об реку, пока не потеряли его из вида. Певец сдержал слово. Вспомнила об этом случае Шаляпина живой эмиграции в Париже, когда Джигита уже не была в живых. Друзья, на этом все, если вам понравилась эта история с вас лайк. Спасибо вам друзья, с вами был Чечен Синдром и до новых встреч.